И так впервые в этой замечательной студии живой концерт Елены Ваенга! Лена, привет! Лена, добрый вечер! Рады очень! Всем музыкантам привет! Здравствуй, я не понимаю, почему музыканты сами сегодня не афлодируют? А они боятся, команды не было. Они инструменты в руках, они не могут. Либо боятся, команды не было. Нет, 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 тут боюсь, только в этом коллективе, только я боюсь музыкантов, а не музыкантами. Да ладно? Это очень здорово. Какое лукавство. Разговаривая о том, что происходит с музыкантами, первым делом посмотрел афишу твою и понял, что отдыхать-то просто некогда. И самое главное, наверное, то... Просто незачем. Это само собой. Самое главное, то, к чему идет любой музыкант, то, что в день рождения будет даваться концерт в Кремле, 27 января, друзья, те, кто будет в Москве... Только назовите сейчас, сколько мне будет лет. Я назову только дату 27 января. Там же на афише написано. Да, да, да. Концерт в день рождения. Соответственно, 30 января и 2 февраля в Питере. А в Октябрьском также концерт. Насколько важно провести концерт именно в день рождения? И три раза. Какой три раза? Во-первых, у вас, наверное, I drink you написано. Вот теперь отдай сами... Дирк. Дирк. Извините, я увидела то, что я хотела. Ничего страшного. Поэтому, если все-таки у вас так накачанная грудь сошлась, поэтому я увидела... Пойдем, дрим. Я вообще... Я, кстати, вообще с собой параллель... То есть вы одели специально праздничную футболку с ней. I drink you. Я слышала... Мы не против. Мы не против. I drink еще нет. Поэтому три раза это нормальная... Нормальная ситуация. То есть логика. Но именно в день рождения то, что концерт... Какой нормальный человек что-то делает один раз? Не, я понимаю, Лен. А именно вот в день рождения устраивать себе концерт это традиция или все-таки... Ну, мне это, честно говоря, в Петербурге это традиция. Потому что... А с чего она взялась? Я ей богу не... То ли от жадности, что мне цветов мало в день рождения. То ли от уже подарки. То ли от того, что надо... Потом я очень переживала, потому что я годами не могла отпраздновать свой день рождения. Нормально кивают голову, потому что действительно по-человечески я не могла вот нормально отпраздновать день рождения. И я в прошлом году сказала все. Вот хоть что случись, и поставила 30-е, и второе. Говорю, не будет мне дня рождения, я буду 3 дня гулять день рождения. Айдринкою там, ну... Ну, со всеми потекающими аниджи. Вот, а потом случилось там определенное, как мы там полагаем, бог располагает, случилось событие, я говорю, ах так, сказала я этому событию, не бывать этому, ну, в общем, я вообще люблю говорить сама собой, я определенное... Мы постараемся не мешать. У нас, в принципе, разговоры, разговоры. Какие вы милые люди. Не, я понимаю так, что день рождения будет в ночи после московского концерта в поезде. Это вообще лучше не говорить еще, что ли. Я просто намекаю, намекаю ребятам-музыкантам. А может быть, действительно споем? Да. Что это будет? Это будет песня. Ладно! В Айдринго поют песни! Сенсация. Только на авторадио. Давайте, да. Готовы уже, красавцы. В Айдринго поют. Любит или не любит А во сне Плачет или не плачет Поет или не поет Значит, мире ничего не значит Она для него, а он для нее Я пойду и принесу тебе светы Света, которого ты так любишь И буду читать о тебе стихи Любишь ты меня или не любишь? Любишь ты меня или не любишь? Знает или не знает Может даже хорошо На ресницах свет тает И ты меня все-таки нашел Свет или не светит Огонек его глазам И я нашла в его ответ А он ничего так и не сказал Я пойду и принесу тебе светы Света, которого ты так любишь И буду читать о тебе стихи Любишь ты меня или не любишь? 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 Я пойду и принесу тебе светы Света, мама, ты так любишь И буду читать за тебе стихи Любишь ты меня или не любишь Я пойду и принесу тебе светы Света, которого ты так любишь И буду читать за тебе стихи Любишь ты меня или не любишь Любишь ты меня или не любишь Спасибо! Елена Ваенга Абсолютно живой звук в эфире Авторадио С прекрасными музыкантами Мы продолжим концерт через 5 минут Продолжаем разговор у нас с Еленой Ваенгой С живым концертом Еще раз аплодисменты Так разговор или концерт? Продолжаем концерт Давайте продолжим концерт С песенки С песнюшки Поем Читаем по слогам Внимательно и вдумчиво Все роли раздают Свистальные и обученные Читаем по слогам И помним про учителя А после запятых Не надо говорить Молчим И после запятых Не надо говорить Молчим Уходят корабли На парусах разорванных Так намелись стоять Оно еще позорнее Он якорь на колон Морской устов не выучил Вот мне не надо говорить Сидим Молчим Не надо говорить Сейчас Молчим С лица воды не пей А петь сейчас так хочется Какая тишина Какое одиночество Я знаю Наперед Куда кривая Выведет И мне не надо Говорить Сейчас Молчим Не надо говорить Сидим Молчим Сидим Сыграем домино, вот и чёрными, и белыми, и всё бы ничего, да что же вы наделали, но с верою в любовь, начну играть всё заново, и мне не надо говорить, сидим, молчим, не надо говорить сейчас. Молчим, читаем по слогам, внимательно и вдумчиво, нам роли раздают специальные обученные, читаем по ролям и помним про учителя, а после запятых не надо говорить, молчим, А после запятых не надо говорить, молчим, не надо говорить сейчас. Субтитры подогнал «Симон»! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»! В интервью ты в одном сказал, что если нет оливье, значит, это не праздник. Вообще, если серьёзно, конечно, если нет оливье, это не Новый год. Если нету семьи, хотя это тоже нельзя так говорить, вот теперь я уже назад свои слова возьму, потому что бывают люди одинокие совершенно, что у него Нового года, что ли, не будет. Вот, ёлка, наверное, запах ёлки. Ну, для меня всё это, всё это семейная, вот эта вся эта история. Мне, видите, мне хорошо, у меня, слава богу, бабушка жива-здоровая, 93 года. Много народа собирается у тебя на Новый год. Поэтому, когда мне говорят, что почему-то там, который год, ну, есть же возможность, грубо говоря, там, съездить куда-то, отметить Новый год в Праге, например. Я говорю, слушайте, я не могу, у меня есть её правнук, ему сейчас 6, ей 93. Я говорю, я этих двух не могу же соединить. То есть, это нельзя, такие вещи, не надо такими вещами. То есть, 31-го строго вот в этом составе? Конечно, конечно. Ещё 31-го, ещё 7-ое. Потому что у нас, например, мама тогда ортодоксальная православная христианка, поэтому она так вот сидит Новый год и говорит, ну, празднуйте, празднуйте. А у меня это пост. Я лично, да, в рождественский пост, до 7-го нельзя. Рождественский пост до 7-го нельзя. Выковыривая в горошек, естественно, там колбасу в бок. Нет, поближе к гиграфону. Извините, пожалуйста. Вот, поэтому 7-го числа. Что обязано в этот момент работать по телевизору? Что должны показывать? Меня, естественно. Но помимо тебя, есть какие-то ещё второстепенные моменты? Кино какое-то, что-то такое? Я тоже на второстепенном. Да нет, конечно. Во-первых, обязательно должна увидеть... Потрите мне спинку, пожалуйста. Ирония. Ирония. Это всё. Если вот этого, не дай бог, не произойдёт, то есть что-то произойдёт. Значит, часы остановились. Нет, это не просто часы, вообще политический строй сменился. Я просто не знаю, что я буду делать. Я побегу в подвал. У меня есть подвал. На такой случай. На случай смены политического строя. У меня очень плохой подвал, потому что я очень хотела, чтобы он нормальный был. Я, знаете, когда построила подвал? Я его построила, когда смотрела сериал «Ходящие мертвецы». Да ладно. Я смотрела... А связь какая, прости! Прятаться. Бункер. Я начинала это как бункер, спрятаться, естественно. Причём потом я узнала, я приехала к своим знакомым в Америку и стала разговаривать с женой своего товарища. Весь прикол в том, что там есть целое общество в Америке. Я серьёзно вам говорю. Людей, которые вот «Ходящие мертвецы» — это же как «Игра престолов», это же целое... Да-да, понятно. Не просто поклонники, как у Гарри Поттера были. Так то же самое уходя. Я тоже немножечко подёрнулась. Бункер себе сделала. Единственное, что я забыла. Я вывод только... Я когда сделала вывод на улицу, чтобы дышать, я забыла о туалете, о воде, обо всём. Полки, 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 там помидоры засоленные. Я обо всём позаботилась. Потом люди, специалисты пришли, посмотрели, говорят, зачем ты это сделала? Я побоялась им реально сказать, почему. Правду, да? Потому что, понимаете, меня и так за нормальную это не совсем держат. А тут как бы... Батя тоже меня спросил, говорит, зачем такой глубокий, длинный? Говорит, что ты хотела этим сказать? Я говорю, потом расскажу. Чуть-чуть побольше. Когда вот они придут, я сразу скажу. А я-то готова. А я-то готовилась. Там есть помидоры, пока нет. А я предлагаю всё-таки перейти к основному виду. Лучше пой. Вы знаете, вот ужас в том, что мне так часто это говорят в последние времена. Лучше пой вообще. Это хорошо, что... Причём, что он тебя не показывает. Подвал история классная. Просто вот, знаешь, завесить так это, тряпочкой. Чтоб королеву сейчас будет. Это такая творческая встреча у нас, это прекрасно. А можно я стихотворение расскажу? Нужно. Только оно будет... Пошлое? Нет, тут зачем? Нет. В равном душе, что я... Оно будет с душком. Опять мертвецы, что ли? Нет. Лена, давай. Перед этим стихотворением, перед этой вот композицией должно быть стихотворение. Давай, давай, конечно. Ну вот и поговорили. Он не прав. Она, естественно, не права. А в результате любовь убили. Видимо, не любовь была. Хорошо это только, когда чай индийский. И хорошо, когда мята своя из сада. Когда не нафт-кафе, а бразильский. И когда вообще никому ничего говорить не надо. Когда дураку понятно, что разговаривать это не... Знаешь, уже я на ведущих-то несу-то всю дорогу. Когда разговаривать это не делать. Утро, завтрак, всем неприятно. И уже ничего не подделать. Потому что оказались дерьмом на проверку. Все надежды, все идеалы. Теперь не хочется Верки. Верка выспалась и отказала. Все. Быстровато я стихотворение сегодня прочитал. А просто... Саня. Снова я не делаю правильный шаг. Снова я не ведаю, что творю. У меня зажаты две ладони в кулак. Снова тебе пою. У меня зажаты две ладони в кулак. Снова тебе пою. Королевы не хотят короны менять, А короли на войне. Я тебе родила сына, ты опять. Ты-то что мне? Стрелки до полуночи не добегут, Остановятся к шести. Не смотри, пожалуйста, я не могу Мне тебе еще раз спасти. Положила голову на плечо, Обе руки связаны за спиной. Ты мне можешь даже в глаза не смотреть, Я знаю, ты мой. Ты мне можешь даже в глаза не смотреть, Я знаю, ты мой. Но королевы не хотят короны менять, А короли на войне. Я тебе родила сына, ты опять. Ты-то кто мне? Стрелки до полуночи не добегут, Остановятся к шести. Не смотри, пожалуйста, я не могу Мне тебе еще раз спасти. Ты умирал за меня, я не звала, Сердце выковыривал изнутри. Ты теперь можешь спокойно спать, Ты теперь весь внутри. Ты теперь можешь спокойно спать, Ты теперь весь внутри. Но королевы могут королей поменять, Пока короли на войне. Я не хочу больше, чем надо стать, И что теперь мне? А у меня теперь голова не болит, У меня головы нет. У меня зажата две ладони в кулак, Я знаю ответ. У меня зажата две ладони в кулак, Я знаю ответ. Королевы не хотят короны менять, А короли на войне. Я теперь родила сыновей, Ты кто мне? Стрелки до полуночи не добегут, Остановятся к шести. Не смотри, пожалуйста, я не могу Мне тебя еще спасти. Не смотри, пожалуйста, я не могу Мне тебя еще спасти. Но королевы могут королей поменять, Пока короли на войне. Я не хочу больше, чем надо стать, И что теперь мне? А у меня сейчас голова не болит, У меня головы нет. У меня зажата две ладони в кулак, Я знаю ответ. У меня зажата две ладони в кулак, Я знаю ответ. Елена Ваенга, продолжим через минуту. А живой концерт продолжается. Елена Ваенга по-прежнему в студии Вместе с своими музыкантами. Баян! На авансцену вышел Баян. Это аккордеон. Это аккордеон, хорошо. А для чего он появился? Я же сказала, глуши Баян. Это же не за что, может, он еще выйдет. То есть аккордеон должен выйти на первый план, Баяну брать. А что будет за песня? Странная песня, очень не моя. Вот, кстати, это единственная песня, Которую сегодня спою не свою. Это народная песня сербская. Ух ты! На тебя за общее выходе? Естественно, вы хотите спросить. Почему? Ответ, потому. А мы и не спрашивали, потому что понимали ответ. Спасибо за честность, Лен. Вообще классно. Ну, потому что нравится песня, крутая. Дудки круто играют. Александр Арсеньев, меня вообще можете не снимать. Значит, самый счастливый человек — это гитарист, который сидит сзади тебя. В каком смысле? Во всем. Смотри, его довольное лицо какое. Я знаю, он всегда сидит на концертах именно сзади меня. Прекрасный. Он почему-то 10 лет место не меняет. Подумай над этим. Понимай перспективу. Давайте продолжать, кажется. Что ты понимаешь? Фото есть в такое выражении перспектива. Просто теперь я знаю, что это называется перспектива. Да. А вообще мы про сервисскую песню хотели поговорить. Да, все-таки давайте просто лучше сыграем. Я много чего могу говорить. Вы даже не представляете, что я могу вам эфир в 2 часа, в 4 приводить. Прекрасно. Кто-нибудь куда-нибудь торопится? В нем плюс 4, минус 4. Не говорите так. Слушай, кстати, у тебя есть фишка, что ты вообще в любой момент можешь сказать, сколько идет твой концерт, что ты контролируешь время постоянно. Слушай, это полная неправда, потому что я вообще бесконтрольная. Потому что 3 часа меня начинают пинать уже. Хватит, мать. Хватит уже 3.15. Люди домой ходят. Метро закрывается. Нет, а это вообще не волнует. У нас есть там... Нет. Я всегда говорю, встали, вышли. Пожалуйста. Дайте мне попить нормально. Да, я в этом смысле... Это реальная история. Конечно, царство небесное, великому человеку. Иосиф Давыдович в свое время пришел ко мне на концерт. Это реально. Пришел ко мне на концерт, посидел. Потом я сидел, послушал. 4 часа шел к Кремлю. У меня концерт. Я села в поезд и уехала. Села в поезд и уехала. И он мне звонит. Говорит, Леночка. И на полном серьезе. Без шуток. А у него с юмором было тоже все хорошо. Но тогда он не шутил. Он сказал, у меня есть там по военным кое-что тебе сказать. У меня, говорит, одно к тебе замечание. Ты слишком долго поешь. Это Кобзон сказал. Я не шучу. Я это... Ну, естественно, я так... Я понимаю, что это не шутка. Он все-таки перезвонил. Он старого формата человек. Поэтому по песням еще мне все разложил. Где что как. То есть молодец. Где не очень. Где шуток слишком. Это человек, который сам по 6 часов пел. Поэтому, говорю, слишком долго поешь. Поэтому какой хронометр. У меня когда Валера просто уже устает на перспективу смотреть. Он просто говорит, что мать, давай домой. Вот. Мать, давай сербскую. Давайте сербская песня народная. А вы лучше сядьте, потому что это очень долгая песня. Вы просто устанете стоять. Это сербская песня народная. Христе Божий раз, святый, святый, сирбская земля, кроза благолепи. Эти, берегу не без кастрю. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 через четыре минуты. Ариэн Вайнга с живым концертом продолжает выступление здесь в Туяже-Радио. Или от какой песни мы продолжим? Песня называется «Дым». Птицы Это что-то значит, И в спину дышит кто-то чужой, А мне говорят, Держись, мать, и пой. Ведь только на снегу Самые черные пятна, Только на бегу Ты не услышишь всей правды, Только в тишине серебряные звуки. Не опусти руку, Не опусти руку, Правда всегда одна, Там нет половины, На небе белый дым, И мы нелюбимы, Лучше б ей Богу тонули, А мы горим. А правда всегда одна, И нет половины, На небе белый дым, И мы нелюбимы, Лучше б ей Богу тонули, А мы горим. Я вижу три дороги, И каждая по воде, Правды ведут не ноги, А молитва в голове. Я набираю силы, Оттуда кутаю и уйду, Я ушла нелюбимой, Любимой приду. Ведь только на снегу Самые чёрные пятна, Только на бегу Ты не услышишь всей правды, Только в тишине серебряные звуки. Ты не отпусти руку, Не отпусти руку, Правда всегда одна, Там нет половины, На небе белый дым, И мы нелюбимы, Лучше б ей Богу горели, И мы горим. А правда всегда одна, Но нет половины, На небе белый дым, И мы нелюбимы, Лучше б ей Богу горели, И мы горим. Субтитры подогнал «Симон»! 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 И все теперь наоборот, но на солнце греет вот так И все это что-то значит, в спину дышит кто-то чужой Мне говорят, держись, мать, и пой Субтитры сделал DimaTorzok 27 января в Кремле в день рождения Мать выйдет на сцену и будет петь Цветы и подарки, естественно, в Кремль Ну а кто будет в Питере 30 января и 2 февраля БКЗ Октябрьский Все, кто из Кремля Поедут прямо туда, почему бы и нет По дороге, кстати, можно будет присоединиться к празднованию Дня Рождения Я все-таки думаю, в погоду 32 Лен, может из классики все-таки что-нибудь напоследок Классическое Шопен Знаете, что творится в мире, да? Классикой называют мои песни Конечно Буквально 3 минуты остается Ладно, хорошо Поехали Ладно, хорошо, кто меня спрашивает Это был приказ, кстати, дорогие радиослушатели Дотяни с рукой твоя Нельзя, нельзя Не смотри мне там глаза Нельзя, нельзя Вспоминать, как рука в руке Лежала Нельзя, мне теперь мир обман Хоть мир во мне Я хочу, чтобы это был сон Но, по-моему, я не спорю я Я болею тобой, дышу тобою Мне жаль, но я тебя люблю Я Либо нею тобой, дышу тобою Мне жаль, мне жаль Обманув саму себя Попала в пену Мне всю ночь игра урая Шопен, шопен Поцелуй на моих лубах Горит огнём И вся музыка сейчас Ему Я хочу, чтобы это был сон Но, по-моему, я не спорю я Я болею тобой, дышу тобою Мне жаль, но я тебя люблю Я Я болею тобой, дышу тобою Мне жаль, мне жаль Спасибо, Орудная! Это Елена Ваенга И её прекрасные, великолепные музыканты Спасибо, Лен! Очень приятно было тебя видеть Ну и, конечно, ждём в эфире Вновь! Уже в следующем году Спасибо! Елена Ваенга! Спасибо! Это Большого музея Киваев! До завтра, друзья! Спасибо! Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо! Спасибо!